Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Действующие лица» и я Кристина Сорокина. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Краснодара и начальник отдела по защите прав потребителей администрации Краснодара. Вячеслав Максимов. Вячеслав Анатольевич, я вас приветствую, очень рада видеть в нашей студии. Вячеслав Анатольевич, сегодня мы с вами обсудим, как потребителям товаров и услуг в нашем городе можно отстоять свои права и в каких случаях и куда необходимо при этом обращаться. Вот для начала, пожалуйста, расскажите, чем занимается ваш отдел по защите прав потребителей? Ну, отдел существует уже с октября 1993 года. Основная, значит, наша задача – это осуществлять защиту прав потребителей в муниципальном образовании город Краснодар. Если до 2019 года эта функция была прописана только в законе о защите прав потребителей органов места самоуправления, то в связи с изменением законодательства в 2019 году эта функция была уже прописана в 131-м федеральном законе о органах места самоуправления, где уже обязали, что муниципальное образование обязано иметь у себя такую структуру, службу там специалистов, которые должны заниматься защитой прав потребителей. Отдел занимается в соответствии с 44-й статьей закона о защите прав потребителей на безвозмездной основе. Мы рассматриваем жалобы потребителей, консультируем их, при необходимости защищаем их в суде, если доходит до этого дела. Ну а также у нас мы вправе сообщить при обнаружении, при работе только по жалобе потребителей, поскольку сразу скажу, мы не контролирующая организация, потому что к нам иногда обращаются, придите, проверьте их таких-сяких, накажите. Мы ни на кого не наказываем, мы никого не контролируем, мы только разбираемся с жалобами потребителей. А вот если по жалобе во время разбирательства мы обнаружим какие-нибудь услуги или товары, которые опасны для жизни и здоровья, то мы имеем право сообщить в контролирующие федеральные органы. Они уже будут контролировать, проверять, наказывать. А какого рода обращения поступают ваше ведомство? Самые разные. Ну вот в этом году в связи с провалом весенним с коронавирусом, с самоизоляцией, у нас было 655 обращений. Это в прошлом году мы имеем в виду, да? В 20-м, да, в прошлый год, в 20-й. А вообще, каждый год более 800 к нам обращений поступало с различными жалобами. В торговлю, бытовые услуги, ЖКХ, строительство, туристические услуги. Увеличилось, кстати, в этом году, в 21-м, туристических услуг, жалоб на них стало больше. Ну, любая сфера. Медицинские услуги, образовательные. То есть, вся сфера деятельности человека, это, кажется, наша сфера влияния или помощи людям, скажем так. А статистика за этот год? Есть ли уже какие-то цифры, количество обращений? Этот год еще рано, потому что еще март не кончился, у нас мы обычно за квартал подбиваем, но уже в этом году аналогично с прошлым годом. Где-то вот у нас получается в районе где-то сотни обращений, даже уже больше ста. В этом году уже стали к нам поступать, люди ходят на ЖКХ, жалобы, там водой где-то затопило, на управляющие компании, в торговле также, на сложную бытовую технику. Что еще у нас на туристические также услуги, жалобы вот у нас пошли, видимо, народ стал по России больше ездить после пандемии, ну, вернее, когда она ослабла. Вот так вот, такая различная сфера. Вот немножко вернусь вот к вашим словам. Вы сказали, что очень много жалоб, ну, большинство, наверное, из них по сфере ЖКХ. Вот хотелось бы как-то вот на этом застрелить внимание. ЖКХ у нас на втором месте после торговли стоит, да. В основном у нас в законе с 10 статьи, где написано, что потребителю должна быть доведена вся информация об услуге. Но, к сожалению, людям часто не разъясняют, как насчитали ту или иную сумму платить. Потому что очень много обращений идет, прежде всего, с разъяснениями. Вот мне пришла квитанция, вот за что с меня деньги берут. Вот почему за это берут, за то, за другое. А почему обращаются к вам, а не напрямую в управляющую компанию? Ну, видимо, больше доверяют. Мы даем консультации. Вообще-то и правильно, я вам так скажу. Если вы попали в какую-то ситуацию, вот у вас товар, какую-то услугу. Прежде чем обращаться к продавцу, прозвоните нам по телефону нашего отдела, где мы консультируем. У нас 216-98-75 телефон. Вам бесплатно все расскажут. Продиктуют даже заявление, как вам правильно написать, на какие статьи сослаться. Да. И когда с этим заявлением письменно человек приходит, с ним уже по-другому разговаривают. Потому что, видишь, человек уже грамотный. Чем когда он просто приходит, возмущенный, стучит кулаком, ругается, получается скандал. И ничего хорошего из этого не выходит в конечном итоге. Ну, то есть нужно, я так понимаю, действительно сначала подготовиться, почитать. Да, подготовиться, проконсультироваться. Проконсультироваться у ваших специалистов. А кто вот этим занимается? Что это за специалисты? Это специалисты нашего отдела. Там любой может трубку взять. Я имею в виду, ну вот их, скажем так, профессия, их специальность. Вот кто и кто они? Ну, они специалисты отдела по защите прав потребителей, которые входят в структурное управление по социальным вопросам администрации города. Нас можно найти на сайте администрации городской думы в сфере, в социальной сфере управления. Зайти, там образцы, даже заявления есть. Там все про отделы расписано. Это специалисты разных специальностей, разных специальностей. У нас есть юристы, и в суды ходим. У нас все специалисты уже через суды проходили. То есть это универсалы, скажем, в любой сфере. Потому что все разбирают жалобы из разных сфер. И все были в судах. И вот хотелось бы еще на чем заострить внимание. Вот в последнее время часто очень появляются претензии и жалобы на оказание косметологических услуг вообще по всей стране, в том числе и в нашем городе. Вот чего стоила одна вот эта краснодарская история с доктором Франкенштейном? Ну, та история нас не коснулась, поскольку это криминальная история. Человек не имел права заниматься врачебной деятельностью, потому что все вот эти косметологи, он врач-косметолог, и в соответствии с правилами оказания медицинских услуг населению работают. Вот у нас, да, были жалобы в начале прошлого года и в конце прошлого года. Одна вот жалоба до суда дошла, когда делали уколы женщины. Она заплатила 4 тысячи, но что-то у нее там... Чудо не произошло, да? Чудо не произошло, там что-то перекосило не так. Ну, в конечном итоге ей отказались вернуть деньги за эту услугу. Она обратилась к нам, мы подготовили исковое заявление. В конечном итоге вместе там с неустойкой, моральный вред, ну, моральный вред наши суды, это никак в Америке миллионы не присуждает, они их уменьшают. Где-то 15 тысяч ей вернули деньги вместе со штрафом. Ну, она не пострадала, то есть физически все хорошо? Нет, не пострадала. Физически все потом у нее прошло, все нормально, но сам факт, когда человек приходит, хочет стать красивой, у нее там начинается наоборот, одна сторона больше, другая меньше, и какие-то пятна по лицу, конечно, он недоволен. Или вот я бы так сказал женщинам, прежде чем обращаться в какой-то косметологический салон, разузнайте, во-первых, об этой услуге, потому что реклама это одно, а реальность немножко другое. Насколько она соответствует вам, вашему возрасту, насколько хватит. Потому что когда человеку под 70 лет, конечно, ему поможет на какое-то короткое время, но два года она молодой ходить не будет после этого, это же понятно. Ну, как я понимаю, здесь нужна именно консультация с врачом. С врачом, да. И прежде чем к какой-то услуге прибегать, проконсультируйтесь с косметологом, подойдет вам или не подойдет, и не обязательно в этом салоне. Вот что самое главное, где вам рекламируют и готовы свою услугу лишь бы получить деньги. Ну, вот еще такая обширная очень сфера, обширная проблема, это, конечно, проблема дольщиков в Краснодарском крае и в Краснодаре. Она решается активными темпами, благодаря поддержке краевой прокуратуры, губернатора, городских властей. Но вот чем может помочь именно ваш отдел в этом непростом таком деле? Я скажу, что дольщики обращаются к нам гораздо реже. Если взять статистику, что было лет 15 тому назад, 10 назад. Ну, что в начале вот нулевых годов, где-то в году, 2005-2006, мы подавали миллионы иски в защиту от дольщиков. После выхода вот этого закона о долевом строительстве многоквартирных домов, номер 214, то основном руководствуемся этим законом. Потому что там есть статья 6, которая при нарушении сроков, если вот раньше мы руководствовались законом о защите прав потребителей до выхода этого закона, там в 28 статье за нарушение сроков оказания услуги или выполнения работ 3% за каждый день неустойка шла. А там только для гражданина 1,150 от ставки рефинансирования. А в 7 статье о качестве услуг, там прям ссылка на наш закон о защите прав потребителей по вопросам взыскания за нарушение сроков в сравнении недостатков. Мы поможем написать заявление на основании закона 214 или нашего. Обращались к нам, мы подготовили человек по неустойке за нарушение сроков. Но это в том случае, если добросовестная фирма, она не обанкротилась, не исчезла, руководителя не посадили, как вот некоторые бывают, если это у него с нормальной фирмой отношения. Потому что если фирмы нет, и достраивают сейчас же у нас в государстве фонд, государственный фонд по защите дольщиков, наш край этим занимается, деньги тоже в этот фонд выделяет город. У нас был осенью коррекционный совет по защите прав потребителей в администрации города, там департамент строительства рассказал, как стоит обстановка, сколько введено строить, сколько дольщиков в лютере, ну, то есть этот вопрос решается. Ну, а там, где вот есть жалобы на качество квартир, уже даже с данных, пусть обращаются, будем консультировать, помогать, подсказывать. Ну, есть, да, такие истории? Конечно, конечно, есть такие истории, обращаются люди. Ну, мало, сейчас гораздо меньше стало. Ну, это радует, безусловно. Конечно, сейчас дольщики уже мало обращаются, решаются их вопросы. Я предлагаю нам прерваться ненадолго, а после рекламы обязательно продолжим нашу беседу. Реклама на нашем телеканале. Это программа «Действующие лица», мы продолжаем. Напоминаю для тех, кто только что к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления по социальным вопросам, начальник отдела по защите прав потребителей администрации Краснодара Вячеслав Максимов. Вячеслав Анатольевич, я еще раз говорю, что я рада нашей с вами встрече, потому что тема, которую мы сегодня обсуждаем, действительно важна. И каждый из жителей нашего города обязан знать, как защитить свои права. А если их нарушили недобросовестные продавцы, исполнительные услуг и работ. Именно. Так можно сказать. Именно, да. Расскажите, пожалуйста, в каких еще сферах жизнедеятельности наиболее часто фиксируются подобные нарушения? Ну, сфера бытовых услуг. Это ремонт компьютерной техники, установка пластиковых окон, изготовление мебели, ремонт мебели. Вот такие вот вопросы к нам поступают регулярно. Мы смотрим по туристическим услугам. Я вот вам скажу, были у нас жалобы в прошлом году, когда самоизоляция, вот это пошла пандемия, человек уже купил путевку во Францию. Там 80 с лишним тысяч заплатил. Ну, естественно, тут все самолеты летать прекращаются. Он обращается в туристическую фирму, а его говорят, нет никаких этих самых, мы тебя не вернем. Ну, он пришел к нам, проконсультировался, мы, значит, письмо написали, послали в эту фирму, ему деньги все вернули. Вот, другой случай, в такой же, в Ялту, кто-то в санаторий собрался ехать, а он гостиница там не принимает, закрыта, ну, потому что, помним всю эту весеннюю историю, которая летом, туда обращается, он говорит, нет, у нас денег нет, уже потратили. Ну, как только мы подготовили иск в суд, им пришло второй экземпляр иск, они тут же связались. Сразу деньги появились. И сразу весь вопрос решился. Ну, то есть, а всегда ли так просто, то есть... Нет, не всегда. Нет, конечно, не всегда. Тяжело разбираться, если вот потребитель уже сам пошел и неграмотно. Вот, и где-то уже зашла история далеко, и надо начинать по новой. Да, потом обращаться к нам, когда уже в тупик какой-то зашел. Вот, особенно утратил уже чек, куда-то отдал, особенно вот с недобросовестной какой-нибудь организацией. Потому что вот обычно крупные организации, там есть грамотный юрист, они закон хорошо знают, они строго по закону в этом плане действуют. Это вот небольшие организации, которых, видимо, оборот меньше, им жалко за каждую копейку там держаться, чтобы навстречу потребителю пойти для того, чтобы свой имидж поддержать как-то. Вот там уже начинается это раскручивать и доходит иногда и до судов, потому что уже дело зашло далеко. Или когда доказательная база. Вот иногда экспертиза проводит товар, экспертиза товара делается. Экспертиза говорит, невозможно установить. Либо это заводской дефект, либо это потребитель сам нанес. То есть вот тут, и что суд решит. Потому что когда есть заключение нормальной экспертизы, четко установлено, кто виноват, потребитель или изготовитель, тогда там и суд решение легко привел. А тут тогда начинаются споры и все остальное. Вот хотелось бы тогда узнать у вас в общем, как правильно защитить свои права гражданину потребительские. Вот расскажите, пожалуйста, поэтапно. Поэтапно, если вы увидели, что ваш товар или услугу, допустим, дом вам строят, и он у вас косо пошел неправильно, недостатки увидели, либо товар некачественный купили, наберите телефон, позвоните нам, либо придите на Ставропольскую 174, там находится наш отдел, либо позвоните 216-98-75 и объясните ситуацию. Вот то-то, то-то, то-то. Иногда мы можем, скажем так, по телефону, вот если обычный товар, продиктуем вам прям заявление, запишите, обратитесь с заявлением, второй экземпляр, вам отметочку должны сделать, когда даете два экземпляра, что такого-то числа принято на рассмотрение или для передачи там руководителю. Если установленный срок, мы вам скажем, там в разных случаях, если обмен, там один срок, если возврат денег, другой срок, если устранение безвозмездных недостатков, там как по договору, но не более 45 суток для такого техники. Если срок прошел никаких нет поползновений после вашего заявления, тогда приходите к нам в отдел, пишите уже нам заявление, потому что в этом уже нарушение сроков, нарушение закона. Здесь уже вступаем мы. Мы начинаем разбираться с этим представителем, либо руководителем той организации, почему вот они нарушили закон, пишем им официальное письмо, рассказываем. Если они не прислушиваются к нам, то мы тогда, потребитель, говорим, давайте пойдем в суд. Если он идет, то мы готовим исковое заявление в суд и направляем потребителя в суд, если необходимо, и сами с ним идем. Потому что у нас сейчас закон вышел, если раньше было штраф, когда суд назначает, потому что штраф назначает суд, 50% от суммы, присужденной потребителю. Если мы идем в защиту, то от 50% штрафа идет в муниципальный бюджет. А если идет сам потребитель, то весь штраф потребителю идет. Поэтому многие потребители говорят, я сам пойду. Когда он уверен в себе, там все четко и ясно. Говорит, не надо меня защищать, я сам пойду. Мы иск ему подготовили, вручили. Все это бесплатно делается, не как в адвокатских конторах. Потому что у нас есть случай, вот потребитель, вместо того, чтобы к нам обратиться, или зайти на сайте посмотреть, или позвонить по телефону, или прийти, обращаются в какие-то непонятные юридические организации, которые с него 30 тысяч бьют, чтобы нам написать письмо. Но они пишут не только нам, там и в прокуратуру штук 5-6 адресов. Вот он 30 тысяч только заплатит, хотя товар дешевле. Для того, чтобы нам написать письмо, где мы ему все разъясним, и вместо того, чтобы, ну, есть такие организации всевозможные. А что вы можете посоветовать потребителям, чтобы не иметь проблем после покупки товаров или приобретения, получения каких-то услуг? Ну, прежде всего, особенно, что касается услуг с товаром, там проще. Пришел, увидел. Сложнее, когда дистанционная продажа товаров. Вот хотелось бы отдельно, да, вот именно на этом. Через интернет, там сложнее. Но я вам скажу так, вот у нас 31 декабря 2020 года было принято постановление правительства номер 2463, значит, правило розничной торговли. Так вот, там, значит, уже написано и в нашем законе, статья 26.1, там написано, что вот это даже интернет-компания, которая продает, должна указать свой адрес местонахождения, свой телефон. Для обратной связи. Да, 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 все вот эти вот. Если все это указано, все это нормально, то тогда я бы на месте прозвонил, уточнил бы, что это компания. Потому что у нас часто бывает, деньги собрала какая-то компания с людей, якобы товар, а потом исчезла, ее нет. Поэтому, если нет адреса или телефона этой компании, особенно адреса, то лучше с ней не связываться. Но если все-таки вы заказали, по интернету вам что-то пришло. А если пришло вот бракованное? Так вот, вскрывать вот эти посылки я вам советую со свидетелями. Поэтому вот заказ лучше в таких вот известных фирмах, которые не стесняются свой адрес указывать, и местонахождения, и всю информацию. Там же вот по этим товарам, которые дистанционная продажа, любой потребитель может ее в течение 7 дней вернуть. Это раз. Ему обязаны письменно предоставить при доставке товара указать порядок действий при возврате товара. Если это не указано, он через 3 месяца, в течение 3 месяцев может ее вернуть. Там вот много таких нюансов есть. Я бы советовал, кто вот этим занимается очень часто, по интернету покупает какие-то вещи, изучить вот этот наш закон, статью 26.1, и вот постановление правительства 24.63. Вот она свеженькая, свеженькая. Сейчас, кстати, в магазинах уже, согласно этому постановлению, можно фотографировать в тех местах. Если раньше хозяин сам мог устанавливать, можно, нельзя фотографировать его в магазине, то в общедоступных имеется местах. И понятно, что куда-то там в подсобку, никто вас не пустит, там ограниченный доступ. А общедоступные вот места, где все потребители, покупатели находятся, там, пожалуйста, человеку ему обязаны всю информацию, он может ее получить любым способом, вплотью вот может фотографировать товары и разбираться, что это такое. Ну вот если мы возьмем какие-то интернет-маркеты, которых сейчас огромное множество, и все оттуда заказывают товары, причем как и известных фирм, так и не очень. А вот если продавец, ну, ни в какую не идет навстречу и не хочет возвращать деньги за товар, не хочет принимать его обратно, менять на новый, вот что в этом случае делать? Ну, а дальше в этом случае надо обращаться, если этот продавец, говорит, известно, где он находится, поэтому, говорю, надо знать адрес, то точно так же подается на него в суд, потому что согласно закону о защите прав потребителей, во-первых, от судебной пошлины потребитель освобождается, во-вторых, он может подавать иск где угодно, по месту нахождения магазина, по месту ему продажи этого товара, по месту вот этой юридического адреса фирмы, где она находится, по месту своего жительства прежде всего. Но чтобы подавать куда-то иск, надо знать, куда послать извещение, повестку, чтобы в суд пришли и все остальное. Самая последняя у нас инстанция – это суд в стране. Ну, вот в завершении нашей встречи, вот, конечно, у нас с вами повод для беседы, конечно, это в целом день, всемирный день прав потребителей, и ежегодно он имеет свой девиз. В этом году это борьба с загрязнением пластиковыми материалами. Что, по-вашему, это подразумевает? Ну, это у нас международная такая организация есть потребителей. Это она объявила. Потому что в прошлом году там был немножко другой девиз. Разумное потребление, если не ошибаюсь. Да, разумное потребление. И это одно выходит из другой. Ну, то, что планета у нас засорена пластиком, все прекрасно знают. Чтобы обратить фирмы, которые изготавливают упаковки и все остальные раз, которые собирают мусор. Ведь давно уже у нас разговоры о раздельном сборе мусора. У нас люди-то очень много сознательных, они с удовольствием сдавали, было бы куда, чтобы потом это вывозили на переработку. То есть это проблема государственного масштаба. Ну, а что лично потребителям, это чтобы им разъяснять, и они понимали. Вот приходите в магазин, и каждый раз покупаете себе пакет. А вы не подумали, что, может, один пакет можно 10 раз сходить. А вот прежде чем его выкинуть, он у вас послужит. То есть вы меньше этих пакетов используете. Потому что у нас уже сейчас появились вот эти вот те же пластиковые пакеты, но они не пластиковые, они из крахмала, который быстро разлагается. То есть уже производители этим вопросом занимаются немножко. Поэтому вот это обратить всех внимание на это прежде всего. Вячеслав Анатольевич, спасибо вам большое за информативную и познавательную беседу. Я думаю, наши телезрители действительно теперь будут знать, куда обратиться, если вдруг нарушены их потребительские права. Спасибо вам. Спасибо вам. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был заместитель начальника управления по социальным вопросам и начальник отдела по защите прав потребителей администрации Краснодара Вячеслав Максимов. Еще раз вам большое спасибо. Всего доброго и до встречи на Главном городском.